всем привет из франции мои самые наилучшие пожелания всем кто меня сегодня смотрит давненько я девочки не снимала лечила глаза левый глаз покусала какая-то мошка он до сих пор здесь у меня след но здесь уже практически не видно и он был отекший и болел именно саму саму глазное яблоко и правый глаз то ли застудила то ли какую-то инфекцию короче поставили диагноз конъюктивит и запретили смотреть телевизор планшет использовать компьютер и сами понимаете сейчас при такой жаре снимать на улице но чтобы в очках чтобы никого не пугать вот такими вот красными отекшими глазами нет возможности ну а дома солнцезащитных очках опять же будут комментарии от людей что вот ненормальная сидит дома и в очках снимает так что был небольшой перерывчик ну сейчас более-менее все но более-менее нормально уже даже смотреть не больно и прочитала я девочки комментарии не знаю с чем это связано сразу хочу ответить поскольку в комментах написали на youtube и также в инстаграм в сообщениях что многие отписаны или заблокированы в моем инстаграм не знаю я не я вот честно говоря на youtube знаю как блокировать но в инстаграм я так давно уже там ничего не публиковала и понятия не имея не stories я не умею снимать вообще инстаграмом пользуюсь очень очень редко у меня кроме youtube других соцсетей нет и поэтому было сообщение от женщины что подписано на вас более 10 лет и вижу что ну я на вас больше не подписана не знаю с чем это связано на youtube до сих пор вместо имен и ников какие-то циферки буковки я понятия не имею кто мне пишет вот на другом канале когда там мы проводим марафоны похудения программы похудения то я вижу конкретно человек пишет я там маша иванова хочу участвовать там в марафоне у меня такой-то такой-то ник потому что ну когда приходят письма на электронку например ты на youtube бабочка на самом деле ты и маша иванова и ты не знаешь как тебе записать участника потому что сейчас вот циферки буковки не знаю как это все исчезнет или же нужно как и нам блогерам вам тоже переоформить название своего канала своего ника на youtube я честно говоря еще в эту тему не вникала но уже больше месяца вот такая вот белиберда творится завтра вы меня наверное не узнаете я сегодня вот через час буду идти у меня рандеву к колористу хочу поменять цвет волос и хочу сделать стрижку посмотрим что из этого получится не знаю длина волос меня в принципе устраивает но очень жарко как бы длина есть но ты постоянно ходишь с хвостом и нет того эффекта который бы хотелось иметь поэтому хочу сделать длину покороче и поменять цвет наверное на более темный поскольку летом волосы выгорают и если снова как бы вот такой вот оттенок использовать это у меня медовые блонды и как ни крути какой бы там она безопасно этой краска не было все что обесвечивает волосы но их портит плюс солнечные лучи и вуаля получается что к осени у тебя на голове не волосы а пакли поэтому хочу сделать более темные за счет солнышка не сами осветляться но посмотрим что получится у меня девочки еще одна ну не могу сказать что это проблема но спорный вопрос стоит ася наша также так и не вернулась и что я заметила я до сих пор просматриваю информацию там у нас есть такой сайта где ты публикуешь котик который потерялся и информация также публикуется про котов которых ну скоты и собаки животные которые были найдены и настолько много у нас сейчас потерянных котов я не знаю что происходит возможно травили мышей и как и которые выходят съели их не знаю я но очень много раньше такого не было и вот милен уже как-то успокоилась уже как-то смирилась и просит купить котенка и я если уж так на сто процентов откровенно говорить сомневаюсь что это хорошая идея с одной стороны я понимаю что ребенок который привык что у него постоянно есть домашнее животное и тут тики то у нас она только зимой дома живет а так приходит уходит и меня что волнует что если мы снова возьмем котенка и пусть даже как оси мы практически год держали дома но тем не менее соблазн видите как оказался велик кошка ушла и не вернулась и какая гарантия того что с другим котенком такое не случится и что ребенку опять будет вот этот вот стресс не знаю и девочки как быть в такой ситуации если у вас были же аналогичные проблемы что посоветуете покупать котенка или не покупать кому не знаю я как-то может я до сих пор еще не смирилась и но ну знаете когда надежда еще есть и ты не знаю я как мне быть но она уже прям каждый день папочка мамочка папа чушь даже карту обращалась давай купим котика ладно пойду я сейчас на террасу покажу сейчас как у меня там клубничка себя ведет сегодня у нас обещали тучки но в принципе точками не очень небо затянуто но посмотрю сейчас выйду потому что с утра была то тем то тем занята еще на улицу не выходила мои розочки начинают цвести по второму разу вот это вот не знаю по какой причине полностью потеряла все листики и буквально через неделю все у вас обновилась и вот это вот моя красавица тоже начинает цвести но не пойму то ли она чем-то заболела то ли это от жуткой жары листики вот подгорели новые как видите без проблем а вот эти старые какие-то вот коричневые да кстати девочки клубничка то моя прижилась вот один только кустик похоже но не знаю пока не могу сказать совсем пропал или нет но он даже уже новые листики появляются я ее закрываю на сегодня кстати обещали тучи смотрите какие у нас тучи если кто-то увидит хоть одну покажите мне где она я сегодня в принципе посмотрела на погоду и решили что сегодня будет у нас прохладно не жарко думала обрезать петрушку стрясти семена как я это всегда делаю и сухие вот эти вот цветы пересадить туда или кактусы у меня есть что посадить короче говоря сделать перепланировку на террасе но здесь это еще пока тенек находиться можно но там где солнце поэтому скорее всего придется ждать того момента когда действительно у нас и будет или дождик или более-менее прохладно уже с самого утра плюс 30 на завтра у нас объявили каникюль это когда чрезмерная жара и людям с проблемами кого там сердцем проблемы то не рекомендуется вообще выходить посмотрим что будет завтра наверное тоже будем сидеть дома под кондиционером так ну что мне делать полью сейчас цветы и я на день я их закрываю вот эти два ящика с клубникой чтобы она у меня не погорела и нижние кусты как видите до сих пор они у меня цветут конечно сейчас насколько 5-6 ягод в день я собираю вот из тех и из этих не больше но в принципе сейчас уже вторая половина июля как бы самый такой урожай у нас был май и июнь ладно девочки закрою я свою ягодку и продолжим немножко попозже я мы ужинаем в ресторану артура заказали вот такие вот красивые огромные бургунские улитки и гаммасы смеленка балуется сейчас она будет улита кушать со щипцами да и лишь лишь кушать рассказывает мексиканские там тартары из говядины соус салатика немножко да у меня вот такая вот фрита и это шашлычок из говядины мерси и это наверное какие-то тушеные овощи рядышком у пера тоже самое только из ягненка себе на десерт весело мороженое сникерс очень вкусно с карамелью с орешками просто велистика вылечки что что у нас у меня что-то мороженка